В этом видео мы говорим о четвертом чемпионе мира по шахматам Александре Александровиче Алехине. Или Алехине, тут уже можно спорить, и разные теории есть насчет того, как правильно произносить эту фамилию. Но это не меняет тот факт, что Александр Алехин был великим шахматистом, чемпионом, опередившим свое время. Он внес огромный вклад в развитие как шахматной теории, так и шахмат в целом. Выходец из богатой дворянской семьи, тем не менее, он много скитался по миру, он эмигрировал во Францию. Так уж получилось, что его жизнь выпала на годы войн, разрух, скитаний и непростых испытаний как лично для Алехина, так и для страны, в которой он родился, и для мира в целом. Но здесь мы говорим о шахматной составляющей таланта этого великого чемпиона. Для тех, кто хочет прочувствовать непростую эпоху, непростое время, в котором жил Алехин, очень рекомендую фильм «Белый снег России», который я сама недавно пересмотрела. И в котором, как мне кажется, хорошо передается то, с чем пришлось столкнуться в своей жизни Алехину. Хотя в этом фильме лишь небольшой кусочек его жизни освещен. Но здесь, в этих видео, мы говорим о матчах на первенство мира и смотрим шахматные примеры из творчества великих чемпионов. Алехин обыграл непобедимого Хосе Рауля Капабланку в 1927 году. И лично мне очень жалко, что мы не увидели матч-реванш. Капабланка пытался вызвать Алехина на матч-реванш, но по разным причинам такой матч так и не состоялся. За свою карьеру Алехин сыграл пять матчей на первенство мира. Упомянутый победный матч 1927 года, где он обыграл Капабланку. В 1929 и в 1934 годах он взял верх над Ефимом Боголюбовым. Затем, неожиданно для многих и для себя, он уступил в 1935 году Максу Эйве, который стал пятым чемпионом мира. Но в 1937 году вернул звание чемпиона, одержав убедительную победу в матч-реванше. Затем он долго мечтал о том, чтобы вернуться в Россию и сыграть матч с Михаилом Ботвинником. Вел переговоры на этот счет, но так и не дождался этого и умер в звании чемпиона мира. Тоже единственный, единственный такой случай в истории шахмат, когда шахматный мир остался без чемпиона. Но об этом поговорим, когда будем рассказывать о Михаиле Ботвиннике. В этом видео мы продолжаем визитной карточкой чемпиона. Много прекрасных комбинаций, прекрасных полотен создал Алёхин. И, может быть, эта визитная карточка не самая показательная. Но, тем не менее, очень уж мне запомнилась эта победа четвертого чемпиона мира, которую, кстати, он одержал в матч-реванше 1937 года над Максом Эйве. Смотрим на доску. Алёхин действовал белыми фигурами. Д4, Д5, С4, С6, славянка. Конь С3, ДЦ. Здесь такой самый прямой ход Е4. Эйве играет тоже прямым ответом. Е5. И здесь следует домашняя заготовка. Слон бьет С4, внезапно играют белые. Ну, конь Ф3, наверное, гораздо проще. Но, тем не менее, оцените аналитические способности Алёхина. В то время он находит удивительную идею. Слон С4, Е, Д. И идея состояла в том, чтобы здесь сыграть конь Ф3. И этот ход был сделан на доске. И настолько ошарашил бедного Макса Эйве, что парализованный вот таким вот поворотом событий уже на шестом ходу он не нашёл в себе силы побить на С3, а сыграл бы 5, и это явилось грубой ошибкой. Но справедливости ради, конечно, идея очень интересная. И на самом деле кажется, что после ДЦ слон Ф7 шаг, ферзь на Д8, не защищён, поэтому королю приходится отступать на Е7. У белых определённая компенсация, но железное око сегодня легко эту компенсацию отбивает. После ферзь Б3 шахматные программы современности указывают на вариант СБ слон Б2 ферзь Б6. И здесь у белых нету достаточной компенсации. На слон Ж8 следует ладья Ж8. И выясняется, что после ферзь Ж8 провисает слон на Б2. И несмотря на то, что король находится на Е7, важный шаг в ферзь Б4 с тем, чтобы конь Д2 ферзь бьёт Б2 белым, если они хотят сделать рокировку, приходилось бы отдать ещё и коня. И вот таким вот образом Макса Эйве мог отбить атаку. Алёхина, но когда мы сталкиваемся в практической партии с жертвами, а об этом мы будем говорить в видео о гении комбинации атак Михаиле Тале, то не так просто совладать с эмоциями и нервами. И вот следуют такие вот ошибки, нелепые порой. Б5. Что произошло со мной? Я не могу объяснить, писал впоследствии Макса Эйве, как можно было зевнуть. Ответ конь бьёт Б5. Да, вот такой вот простой ход наказывает чёрных за их неуверенность в собственных силах. На ЦБ выясняется, что следует слон Д5 и теряется ладья. В партии Эйве пошёл слон А6. И здесь тоже очень точно, красиво Алёхин довёл партию до победы. Ферзь Б3. Энергичной игрой, ни шагу назад, создаётся давление на пункт Ф7. После слон Б5 следует слон бьёт Ф7. И на король Д7 конь бьёт Д4. Да, у белых не хватает фигуры. Но король чёрных на Д7. И скрыться от грозных слонов, ладей, ферзя и коня белых ему будет не в силах. Поэтому партии последовал ферзь Е7. Ну, тогда 0-0 следует вновь. Да, мы видим и обращаем внимание на тот момент, что ЦБ ход невозможен. Ввиду слон Д5. И на слон Б7 следует ферзь бьёт Б5. Слон С6. Слон бьёт С6. И не хватает ударов на поле С6. Поэтому побил Эйви коня слоном. Слон бьёт Б5. И здесь вновь та же ситуация, что на СБ следует ферзь Д5 на сей раз. И ладья теряется. В партии последовало конь Ф6. Ну, тогда у белых бесплатная атака. И, что самое главное, очень хорошее развитие. Чего не скажешь о чёрных. Слон С4, продолжая атаковать пункт Ф7. Конь БД7. Конь Д4. Съели пешку. Уже атакуем, имея лишний материал. Ферзь С2, ферзь Ф5. Конь Ф5. Понятно, что много есть сильных ходов за белых. На каждом из ходов конь Е5. И здесь следует ход слона Ф4. Заканчивают белые развития. Ещё одну связку организуют. Конь Х5. Обратим внимание, что слон С8 не может развиться. Так как конь на Ф5 неприятно давит на пешку на Ж7. А какие-нибудь ходы типа Ж6 ещё больше ослабляют позицию. И можно, наверное, пойти даже где-то в ферзь С3. И вот эти связки должны рано или поздно вкупе с королём на Е8 сказаться. В партии Эйви попытался избавиться от этой связки. Пошёл конь Х5. Но здесь следует изящная разменная комбинация. Слон бьёт Ф7. Король бьёт Ф7. Ферзь бьёт С5. Слон бьёт С5. Слон бьёт Е5. И всё переходит в технически выигранный Эншпиль. Иногда атаки заканчиваются вот так вот прозаично. Слон. Ладья Б5. Слон Д6. Затем Б4 на отступление слона чёрных. И выясняется, что ладья на Б5 очень неудачно. Расположена. БЦ Слон С5. Ладья Д5. Ещё одна связка. И все фигуры просто чёрных по пятой горизонтали. Провисли. Чёрные не нашли ничего лучшего, как сдаться. Вот такая вот интересная партия, в которой Алёхин продемонстрировал. Да, позже было доказано. Математически неверную жертву. Но в шахматном плане она оказала очень сильный психологический эффект. И пятый чемпион мира был повержен практически без борьбы. Заканчиваю на этом наш небольшой видеообзор о творчестве четвёртого чемпиона мира по шахматам Александра Александровича Алёхина. И жду новых встреч с вами, чтобы рассказать о следующих чемпионах мира. Не болейте, играйте в шахматы. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.